Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешим. Номер 1054. События дня. Второзаконие 25.17. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вы вышли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших. Когда ты устал, утомился, не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амаликой из Поднебесной, не забудь. Это за 4 ноября 2018 года. А это 1 Коринфянам 10.6.11. Это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними, как образы, описанного наставления нам, достигшим последних веков. Я тебя спрашиваю у людей, у вас есть такое, чтобы когда друзья за вашими друзьями тут гонялись и засыпали их мерзостями всякими, чтобы оторвать от вас, никто не знает. А у меня их масса таких отступников. Делать все возможное, чтобы любого человека оторвать, погубить. То есть на мне задействованы очень большие демонические силы Амалика. А куда? Их не касается, куда уйдет. Главное, чтобы ушел. Он идет все, кто куда-то человек, там, в пьянку, им разницы нет. И они верующие, в алтаре стоят, руки поднимают или просто молятся где-то. Демоническое отродье. Наследники Дафана, Верона и Корея, Амалика. Вот что их ждет. Мне никакого вреда это не приносит. Ушел человек, ну, перед Богом он. А другие ему по зубам дают, а он сразу больше не лезет. Вот натолкнулись. А эти теперь людей, кто пишет мне здесь, я даже буквы только ставлю, а иногда вопросительные знаки. Невозможно. Совершенностатанелое скопище отъявленных негодяев. Засыпают человека гадостями и уводят. Думают, что уводят. А им дают сдачу-то, и он сразу заглыхает, и больше его нету. Это не люди. Это под именем человеческих фамилий демоны вырвались из преисподней. Воскресенный день. Вот объявление наше. Это нас попросили сделать такое объявление, что, дескать, найдутся люди где-то. Вот я откликнулся на это. Дело, что меня-то тут мало касается. Сергей пишет. Спаси, Христос, справку отца Акима, который давали на отпуск из патриархии, распространил там, где надо, чтобы волки свой язык лживый прикусили и не лгали на святых по Божьей благодати мужей, соработников Господа Иисуса Христа. Интересно, тут у меня есть стихи. Вот сейчас сегодня я один поставил стих такой. У преподобного Исаака Сирина, что говорится, «Истинная поэзия» называется. «Веру же, разумеем, не ту, какую человек имеет в рассуждении разности достопоклоняемых божественных ипостасей и чудного домостроительства воплощения и восприятием нашего естества. Хотя Исия вера крайне высока, но веру, воссеивающая в душе от света благодати, умным свидетельством подкрепляющей сердце, чтобы не поколебалось оно в несомненности надежды, далекое от всякого сомнения. И вера Исия обнаруживается не в приращении слуха ушей-то, но в духовных очах, которые видят сокрытые в душе тайны, невидимое божественное богатство, сокровенное от очей сынов плоти и духом открываемое тем, кое питается страпезой Христовой в поучении законом Христовым. Так сказал Господь. Если заповеди мои соблюдаете, пошлю вам, утешители, духа. Духа истины, его же мир не может приять, и то и вы научит всякой истине. Иван Гелетяна, 14, 17, 26 стих. И стихотворение. Мерцанием звезд далеких безразличны был поворот дороги озарен. Дорога шла вокруг горы масличной, и внизу под нею протекал кедрон. Лужайка обрывалась с половины, за нею начинался млечный путь. Седые серебристые маслины пытались вдаль по воздуху шагнуть. В конце был чей-то сад, надел земельный учеников, оставив за стеной. Он им сказал. Душа скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной. Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертные, как мы. Ночная даль теперь казалась ра краем уничтожения и небытия. Простор вселенной был необитаем, и только сад был местом для житья. И, глядя в эти черные провалы, пустые без начала и конца, чтобы эта чаша смерти миновала в поту кровавом, он молил отца. Смягчив молитвой смертную истому, он вышел за ограду. На земле ученики, осиленные дремой, валялись в придорожном ковыле. Он разбудил их, «Вас Господь сподобил, жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт. Сейчас сына человеческого пробил, он в руки грешников себя предаст». И лишь сказал, неведомо откуда, толпа рабов и скопища бродяг, огни, мечи, и впереди Иуда с предательским лапзанием на устах. Петр дал мечом отпор головорезам и ухо одному из них отсек. Но, слышит, спор нельзя решать железом. Вложи свой меч на место, человек. Неужто тьмы крылатых легионов отец не снарядил бы мне сюда? И волоска тогда на мне не тронув, враги рассеялись бы без следа. Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. «Сейчас должно написанное сбыться. Пускай же сбудется оно. Аминь». Ты видишь, ход веков подобен притче и может загореться на ходу. Во имя страшного ее величия я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду и в третий день восстану, и как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты. Борис Леонидович Пастернак, 1949 год. Вот такое стихотворение. Сегодня я распространил всем. И взял у одного из моих друзей, что когда-то посылал я, и сразу поставил. Там ничего нету моего. Исаак Сирин, Борис Пастернак. Воскресный день что? Батюшка был, приехал в литургия. Потом у нас прошло годовое собрание, избрание, переизбрание. Тут у меня старосту на три года еще вперед избрали. Ну и всех остальных. Дали отчет о своей работе. Ну а потом батюшка рассказал, как он ездил, где что видел отец Айкин. Ну и потом я рассказал как раз день казанской памяти, казанской иконы Божьей Матери, что это означает, что это праздник, это не праздник. Это через неделю примерно выставлено будет в интернете. После этого, которые остались там в трапезе, была у них, а потом занятия. Занятия еще не закончились. Игорь Барабаш приехал из Томска, у него машина здесь стояла, он с Терентием, с матерью Еленой туда съездили. И они поехали домой уже, и он тогда за машиной. Некогда, говорит, ждать-то. Ну и ладно. Помолились мы на машину, да и домой. Вот. Все разошлись, кто куда. Обычно в воскресенье у нас на Благовестие ходят. Но вчера они пошли, только что снег выпал, и холодновато было. Что интересно, впереди суббота, показывают метеорологи, что будет ноль градусов. Вот удивительно, ноябрь. А уже в воскресенье 21 холода. Вот такой быстрый перепад, это редко встретишь. Ну, так или не так будет, ну, предсказывают. Ну, и вечер тут у нас, начались занятия. Сергей Павлович провел по нашему местному, разница в 4 часа от Москвы. Занятия по изучению Слова Божия. Евангелие от Луки начал он. А после его, через буквально 15 минут, Виктор Николаевич Савченко из Франции, он тоже берет, заканчивает там по Матфею, и сразу перейдет на противосектантское. Вот видите, сколько и каждую по полтора больше часа. Три занятия, только уже 4 спадные часа. Да и там прошло. Ну, часов, наверное, 6 или 7 вчера мы только просидели здесь. Ну, и все, такой день был, события дня. Немного покажу наш, какие у нас ресурсы есть. Вот так. Это мой мир. Вот фотографии тут все выставлены. Да еще оказалось, не все тут у меня закатились. Еще больше сотни осталось. Ну, надо попросить разрешения. Свадьба была, ну, бракососочетание. Брак был у старообрядцев и знакомый нам человек. И как хотелось показать, чтобы увидели. Ну, и вот православный форум наш. И видеоканал. 13 тысяч роликов у нас здесь. Вот подписчиков сколько. И вот сегодня я выставил 6. Ну, днем еще будет 6 роликов. И уже посещают. Вот откуда-то. Кто они такие? Вот. 82. Ну, значит, не сразу. Вот так. И наш большой сайт во свете Библии. Православный библейский сайт. На место поставить. Очень большое. Тут все есть и стихи, и фотоархив, и звук, и видео. Тут проповеди нашей книги, ответы на вопросы и фильмы. Очень сильно составленный. Грамотно. У меня вообще все ресурсы открыты. Ни с чем сравнить просто нельзя. Наш вот форум, как он составлен, легко искать. Ну, вот остальное, это мой мир, это тут никак. Это заходишь, да и все. Вот так. А вот канал во свете Библии. Вот тут составлен наш видеоканал. Форум как. И это уже наше конкретно нами сделано. Я не участвовал в этом. Я имею ввиду наш коллектив. Беседовали. Ну и на этом сегодня, по милости Божией, все. Еще вчера зашли тут голубя Екатерина. С ней беседовали. Она привела людей. Два мужчины, две женщины. И там, может, еще кто-то был. И тоже будет выставлено, записалось. Продолжение следует.